Тимоти Готт, бывший консультант правительства США, автор книг об НЛО, получивших мировую известность. Писатель уверяет, что лично знал того человека, который представил инопланетян двум американским президентам, Эйзенхауэру и Кеннеди. Это был тот самый Джордж Адамский. У него была карточка артиллерии американского правительства, которая давала ему доступ ко всем военным базам не только в США, но и по всему миру. И он работал с военными, представляя им инопланетян. И одним из тех, кому он представил инопланетян, был президент Кеннеди. Были еще президенты. Президенту Эйзенхауэру он также помог. Существует большое количество свидетельств этому. Бывший сотрудник ВМС США Брюс Макаби больше полагается на официальные документы. Именно Макаби был одним из первых, кому удалось изучить секретные материалы ФБР, ЦРУ, ВВС и американской армии. Его настолько потрясли засекреченные данные, что он даже стал одним из создателей фонда по исследованию НЛО. А его книга «НЛО и ФБР. История сокрытия фактов» стала настоящей бомбой. Макаби признает, большая часть сообщений об НЛО – это действительно слухи и домыслы. Но есть и то, что никому не удается оспорить. Я называю их другими разумами, а не инопланетянами, потому что это более нейтрально, как мне кажется. Мы не знаем, откуда они прилетают. Они могут быть из других звездных систем или быть путешественниками во времени, космическими путешественниками. Макаби посвятил изучению НЛО 30 лет. Он пришел к странному выводу – спецслужбы почему-то поощряют выдумки об инопланетных пришельцах и даже создают собственные мистификации. Делают это они для того, чтобы отвлечь внимание от реальных данных и сделать тему НЛО несерьезной, смешной, чтобы впредь от нее можно было лишь отшучиваться. Это фотокопия предвыборного плаката 1960 года. А этот человек мог бы стать президентом США. Все в лучших традициях. Короткая стрижка – почти голливудская улыбка. Но его ярко выделяет из других кандидатов необычный лозунг. Америке нужен истинный президент космического века. Независимый кандидат Габриэль Грин объявляет себя телепатическим каналом для передачи сообщений космических хозяев. Уверяет, что поможет человечеству прочитать тайные письмена инопланетян, а также, если его изберут, использовать на Земле экономику развитых космических цивилизаций. Грин уверяет, всему этому он научился у высшего разума, когда путешествовал на космических кораблях пришельцев. Сегодня такого кандидата подняли бы насмех. Но в 60-х годах, когда в существование инопланетян верит около половины населения Америки, его поддерживают более 100 тысяч человек. Однако он снимает свою кандидатуру в пользу будущего президента Кеннеди. Но уже через два года, баллотируясь в Сенат штата Калифорния, наберет вдвое больше голосов. Вряд ли к такому кандидату отнеслось бы серьезно большинство. Но что, если идея выборов космического президента – это еще один эксперимент секретных спецслужб? Вроде радиопостановки «Война миров». И цель этого эксперимента – выяснить, готовы ли люди отдать свои голоса человеку, который исполняет волю инопланетян, а значит, опосредованно подчиниться внеземному разуму. Иначе как объяснить, что уже очень скоро правительственные секретные службы начнут колоссальную программу в отношении НЛО? Суть ее будет заключаться в том, чтобы отвлечь общество от реальных исследований, а взамен наводнить средства массовой информации фальсификациями, которые тут же легко можно опровергнуть. Сенсационная пропаганда пришельцев и космических кораблей продолжается до сих пор. По мнению ученых, это подрывает доверие к серьезным исследованиям НЛО. Посмотрите, сообщениями о зеленых человечках пестрит желтая пресса по всему миру. Люди уже перестали обращать внимание на сенсационные заголовки. Контактеров с внеземным разумом называют чокнутыми, а из их свидетельств слагают анекдоты. Однако наука не стоит на месте. 7 марта 2009 года с космодрома НАСА во Флориде стартовала ракета-носитель Дельта-2. На ее борту находилась настоящая астрономическая обсерватория со сверхмощным телескопом. Отделившись от станции, она начала поиск экзопланет. Тех, что вращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы, но похожи на нашу Землю. Новые данные поражают воображение. Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь от 100 миллиардов. Из них почти 20 миллиардов землеподобны, то есть теоретически могут быть обитаемы. В декабре 2011 года космическая обсерватория передала сенсационные снимки. Обнаружена планета, удивительно похожая на Землю, с участками суши, океанами и даже облаками. Ей дали название Кеплер-22Би. По расчетам ученых, средняя температура на этой планете около 30 градусов тепла по Цельсию. Но даже не это главное. Исследования астрофизиков подтверждают. Кеплер вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что моря и океаны с ее поверхности не испаряются и не замерзают. А если есть вода, значит и жизнь. Астрофизики предполагают, что у экзопланеты есть даже слабая атмосфера. А значит, есть шанс, что на Кеплере существуют не просто бактерии, а развитая разумная цивилизация. Но пока ученые не выяснили химический состав и вес планеты, можно только догадываться, на кого похожи возможные ее обитатели. Если Кеплер легче Земли, то и силы тяжести на поверхности тоже будет меньше, чем у нас. Это значит, что местные обитатели могут иметь самые причудливые формы. Возможно, они похожи на крупных динозавров, гуляющих в тени гигантских деревьев. Однако если силы тяжести на Кеплере больше, чем на Земле, то обитатели экзопланеты будут карликами. Такие же маленькие гуляют там животные и невысокие растут деревья. В любом случае, уверены ученые, это совсем иная, не похожая на земную жизнь. Но узнать наверняка, что из себя представляют братья по разуму, в ближайшее время невозможно. Ведь Кеплер находится на расстоянии 600 световых лет от Земли. Так что пока остается ждать, пошлют ли инопланетяне хоть какие-нибудь сигналы. 42 антенны телескопов, 5 миллионов персональных компьютеров из 200 стран мира. Такая гигантская армия пытается поймать сигналы с экзопланет, находящихся в зоне обитания. Телескопы сканируют тысячи звезд, а компьютерные программы, установленные у миллионов пользователей, непрерывно расшифровывают данные. Сети. Это самый масштабный компьютерный проект за всю историю. Его организаторы уверены, контакт с инопланетными цивилизациями – вопрос ближайших 10 лет. Однако многие исследователи с этим не согласны. Много времени ведется постоянный мониторинг сигналов со звезд. Но никому не удалось расшифровать хотя бы одно послание. Однако известны случаи, когда сначала были получены сигналы, а потом обнаружена сама планета. Вот она. Эта планета находится в созвездии Тау-Кита на расстоянии 12 тысяч световых лет от Земли. Ее обнаружила группа ученых из Австралии, Великобритании и США. И не одно, а вместе с целой планетарной системой вокруг звезды. Но именно эта планета, которой дали буквенное обозначение Ди, находится на правильном удалении от своей звезды. Не настолько близко, чтобы она могла выжечь поверхность дотла, но и не так далеко, чтобы поверхность успела промерзнуть. Но самое главное даже не это. Ученые предполагают, что на этой планете может быть вода. А значит, и условия для появления живых организмов. Некоторые исследователи считают, что эти организмы вполне могут оказаться разумными. Астробиологи пока с осторожностью обсуждают версии о том, что на одной из планет в созвездии Кита существует разумная жизнь. Однако еще полвека назад группа американских исследователей была уверена, что в созвездии Кита точно обитают разумные существа. Тогда в рамках проекта ОЗМО группа американского астронома Фрэнка Дейка решила исследовать две ближайшие к нашему Солнцу звезды. Эпсилон Ириадны и Таокита. 8 апреля 1960 года исследователям удалось зафиксировать четкий сигнал из сектора звезды Таокита. Но несмотря на его явную аномальность, специалисты Пентагона заявили, что это не послание инопланетных существ, а обыкновенные сбои в аппаратуре. Исследования почти тут же свернули. Удивительно, но о них вспомнили спустя 50 лет, когда с помощью спектрографов, расположенных в Чили, Австралии и на Гавайях, именно в этом участке обнаружили целую планетарную систему. Возможно, из созвездия Таокита еще полвека назад удалось поймать сигнал от разумных существ. Ведь астрономы отмечают, что эта планетарная система в два раза старше Солнечной. А значит, местная Таокитайская цивилизация, если она существует, намного древнее земной. Правда, познакомиться с ее представителями человечество в ближайшее время не сможет. Ведь чтобы достичь этой планеты, даже самому быстрому космическому кораблю, понадобится больше двухсот столетий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова